Уважаемые любители шахмат, пять дней у нас остается до начала главного матча последних двух лет, шахматного матча за шахматную корону, и мы для вас выбрали пять партий между претендентами и составили символичный топ-5 партий. Сегодня мы с вами смотрим партию, которая открывает этот рейтинг. Да, ну сразу скажу, что мы решили остановиться только на тех партиях, которые закончились результативным исходом. Также мы надеемся, что в предстоящем матче кровь будет литься рекой, соперники не будут друг друга жалеть, не будут делать, по крайней мере, коротких бескровных ничьих. Ну и начинаем мы с пятого места, партия, которая занимает в нашем топе пятое место. На самом деле, самая недавняя из всех, кто в этот самый топ попали, она была сыграна в супертурнере в Ставангере, в которой, кстати, надо сказать, что в итоге выиграл Фабиана Каруана, но не делайте скоропалительных выводов по поводу результата этой партии, лучше просто посмотрите, что в ней происходило. Магнус играл белыми, и после Е4 и Е5, ну сразу скажу, что именно Е4 и Е5 мы, в общем-то, и ждем, как основной дебют предстоящего матча первенства мира. Ну и вот здесь Магнус уклонился от террористических путей и сыграл дебют слона. В принципе, дебют слона известен уже сотни лет, на самом деле, и последние десятки лет считалось, что у черных есть довольно надежное противоядие, связанное вот именно с ходом С6. Если срать конь С6, то, скорее всего, с пристановкой ходов получилась бы итальянская партия, в которой сейчас довольно бурные дебаты теоретические ведутся. Ну, ход С6 считался надежным способом уравнять, и сразу немножко проспайлирую. Эту позицию вы еще один раз увидите в нашем топе, соответственно, в той партии, которая заняла намного более высокое в нем место. И скоро у нас играл слон Б4. Этот ход считается наиболее точным, хотя лично меня довольно серьезно интегрует ход А5 вместо слон Б4. На мой взгляд, это включение может оказаться выгодным для черных. Ну, этот топ у нас будет в формате довольно-таки беглого все-таки показа анализа партии, то есть серьезно мы останавливаться ни на каких моментах не будем. Скажу, что, в общем-то, оба соперника были знакомы с этой позицией. По большому счету, белые не претендуют здесь на серьезный перевес, но вот обратите внимание на следующее решение Магнуса, то есть он понимает, что в какой-то момент черные готовы взять на Е4. То есть сразу брать на Е4 не очень выгодно, по причине, например, кунь Е5 или кунь Ж5, у черных проблем с пунктом Ф7. Ну, в какой-то момент, пока черные отвечают на Е5, в какой-то момент они готовы охеровать, взять на Е4, и после чего структура станет симметричной, и черные не будут испытывать ни одной проблемы. Поэтому Магнусу нужно спешить, он это понимал, и вот таким вот интересным образом он меняет структуру. То есть он сдает центр, но в первую очередь в связи с тем, что у черных неудачно расположен конь на Д7, у белых есть некоторые динамические идеи. То есть если конь был бы на С6, то за перерез боролись бы только черные. Они поставили партия на Д6, слана на Ж4, ладью на Е8, второй ладью на Д8, и просто за счет преобладания в центре у черных был бы перевес. Но конь на Д7 препятствует всем этим перестроениям. А белые вот уже готовы поставить коня на Е3 и оказывать некоторое давление на центр черных. Ну, на самом деле Фабиано здесь сыграл очень здраво, попытался расшириться на ферзовом фланге, и подготовил развитие черного слана на Б7. Белые пытаются подцепить сразу пешку на Б5. И вот еще одно четкое, сильное решение со стороны американца, это ход Б4. То есть да, после ЦБАБ у белых создает проходная на поле А4, которая во многих вариантах в будущем будет сказываться. Но с другой стороны, у белых довольно большое количество пешечных слабостей, а черные получают возможность комфортно завершить развитие. То есть вот после конь Е3 слан Б7 Магнус понял, что спокойное течение борьбы может привести к тому, что его просто начнут переигрывать. И поэтому здесь он, пожалуй, исполнил именно ту идею, ради которой эта партия попадает в топ. Очень интересная, грамотная, стратегическая идея. Он сыграл Д4. На первый взгляд выглядит как совершенно непритязательный ход. То есть после Е4 кажется, что коню нужно уходить обратно. Ну и все черные, большой выбор возможностей. Например, конь Ф8 выглядит неплохо. После чего черные будут развивать давление и в центре, и, возможно, на королевском фланге. Обратите внимание, что у белого короля не так много защитников. Ну, конечно, у Магнуса была совершенно другая идея. Он сыграл конь Е5. Это реальная жертва пешки. В обозримом будущем белые ее не отыграют. Ну и вот здесь корона, на самом деле, сделал ход, который являлся первой линией по мнению движка. Но при этом по-человечески допустил довольно серьезную ошибку, на мой взгляд. Здесь нужно было сыграть ладеблет Е5. То есть не выигрывать пешку, а наоборот отдавать качество. Но если присматриваться к позиции после Де конь Е5, то мы видим, что у черных довольно мощная контр-игра. То есть они уже грозят завести коня на Д3, сыграть Д4. Если белые пытаются каким-то образом устанавливать блокаду, то здесь уже конь Д3 не столь эффективно, потому что после этого некому сбивать ферзя с Д4. Сто выигрывает в силе ход конь С6. То есть вот конь С6. После отхода ферзя черные могут покатить пешки вперед. Ну и опять-таки движок считает, что эта позиция примерно равная, но я бы в ней предпочел играть черными. Я думаю, что я не одинок. Но корона избрал более естественный ход конь Е5. И оказалось, что после Де ладебет Е5, ферзь Д4, да, у черных личная пешка на Д5, но эта позиция очень тяжело черными играть, а вот ходы белых очень просты. И также у них очень много объектов для атаки. То есть пешка на Б4 слаба, пешка на Д5 слаба, король в перспективе слаб, то есть все белые фигуры активней, чем их оппоненты. Видите, что черные фигуры здесь не очень эффективно работают, вынуждены защищать собственные пешки. Ну и, конечно, нужно обратить внимание на сильную проходную А, которая здесь имеет непосредственное влияние на оценку позиций. Ну, потихоньку Магнус здесь усиливал давление. В принципе, корона защищался довольно неплохо. Но вот в какой-то момент просто не выдержал напряжение. Здесь нужно было сделать какой-то простой выжидательный ход, то есть вплоть до король Ж8 на самом деле. И не очевидно, что белые смогли бы добиться явного прогресса. Ну вот, например, Ферз Д8, по мнению компьютерных программ, тоже неплохой ход. Ну черные просто стоят, пешку на Б4 брать невыгодно по причине Д4. Но белые, конечно, небольшой выбор активных ходов. То есть ЛДЦ5 есть неплохой ход. Но пока белые ничем не грозят, им сложно добиться прогресса. То есть пешку А протолкнуть мимо поля А6 будет тяжело. Ну, здесь у Фабиана, видимо, они выдержали нервы. И он избрал ход ЛДЦ7. То есть, скорее всего, ему просто показалось, что в длинных варантах он налаживает контр-ыгры. Но на самом деле контр-ыгры не хватило. То есть вот критически важно, что белые всегда держат пункт Д4. Проломить это поле не получается. Ну и ход слона А6 с идеей сыграть слон Е2 тоже недостаточен. То есть белые консолидировали позицию. То есть, да, материал равный, но пешки Д5 и Е4 надежно заблокированы. Кроме того, они находятся намного ближе к королям. То есть, если, например, поменять ферзей, то пешка А просто убежит в ферзи. А про пешку Д такого сказать нельзя, потому что белый король всегда готов ее проконтролировать. Эта позиция уже очень тяжелая. Фабиано это понял. Попытался после Е3 наладить какую-то динамическую контр-ыгру. Но оказалось, что белые могут просто холодно съесть материал. И вот эта внешняя активность черных просто недостаточно. То есть конь на Д1 защищен. Но, к сожалению, у черных нет других объектов для атаки. То есть король на Ж1 стоит надежно. Ну и в дальнейшем Магнусу просто пришлось провести техническую работу. Он это сделал очень аккуратно и четко. Вот обратите внимание, что ход ферзи Е1 сильный. Что черные грозили идеей конь С3. Ну вот, казалось бы, белые добровольно оставили все фигуры под связку. Но ферзь на Е1 расположен идеально. То есть он защищает коня, защищает пешку Б4, которая будет защищать пешку на А5 в будущем. И также он защищает пешку на Е3. То есть просто черные лишаются активных идей. Ну и окончание партии можно показать в быстром темпе. Видите, Магнус даже не стал цепляться за материал. Отдал одну пешку. Ну и получившийся ферзи Веншкуль оказался совершенно выигранным. То есть да, реализация здесь продлилась еще много ходов. Но результат партии не был под сомнением ни в один момент. То есть это довольно простая техническая работа. Вот видите, что кажется, что партия заканчивается сразу. Если поменять ферзей, то белые играют король G2. Получается, что контролируют пешку Ф и просто выигрывают. Но Фавиано последний шанс опробовал. Просто ушел королем в угол. Провел таки своего ферзя. Но уже три лишние пешки у белых. И спокойно завершил консолидацию здесь чемпион мира. И одержал вполне заслуженную победу. Ну и вот эта партия, сыгранная в этом году в супертурнере в Норвегии, занимает в нашем топе пятое место. Что ты можешь сказать по поводу того, что мы имели возможность наблюдать? Неплохая партия. Надеюсь, таких будет поменьше в этом матче. Потому что я буду болеть за Фабиана Каруана. Да, результат, конечно, здесь меня как болельщика Каруаны тоже не порадовал. Но нужно отметить все-таки креативную игру. Ну, на самом деле, со стороны обоих шахматистов, ну, вот здесь вот наступил критический момент на изобретательную игру со стороны Магнуса. Каруана должен был ответить тоже не менее изобретательным ответом, но вот ему не хватило здесь. Может быть, ему не хватило сил, потому что это был уже третий турнир подряд с участием Фабиана, а Магнус был посвежее. С другой стороны, конечный результат этого турнира говорит о том, что не все так очевидно, потому что Каруан этот турнир выиграл, а Магнус отстал от него на пол очка. Ну вот, следующий выпуск у нас выйдет завтра. Следите за новостями на канале, и завтра мы посмотрим партию, которая занимает в топе четвертое место. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!